Как работает Святой Дух? Как его принять? Как можно угасить Духа? Как принимается поздний дождь? Что такое грех против Святого Духа? Моя мама была молитвенницей. У нее было 9 детей, сейчас они все в церкви. Дети, внуки, всего около 90 членов одной семьи и все в церкви. Это все плод ее молитвенного служения. Когда я был ребенком, я видел, как она молилась. И было два выражения, которые меня тогда смутили. Она говорила, «Господи, покрой меня белой одеждой Твоей праведности». Мне было тогда 4 года, и я представлял, как с неба падает белая мантия и накрывает мою маму. И еще она говорила, «Господи, наполни меня своим Святым Духом». И я представлял мою маму подобно воздушному шарику, что ее наполняли, и она подымалась к небу. Я тогда не понимал, что это значит. Сегодня в церкви немало людей, которые не понимают, что значит, когда произносят такие слова, как «Господи, излий на нас поздний дождь Святого Духа». Всем известно, что когда будет поздний дождь, Евангелие будет проповедоваться по всему миру. Но что такое поздний дождь? Чтобы это понять, нужно сначала разобраться с тем, что такое ранний дождь. В истории церкви ранний дождь – это Пятидесятница, а поздний дождь – это излитие Духа Святого перед Вторым Пришествием. Это иллюстрирует, что в нашей личной духовной жизни, прежде чем мы получим поздний дождь, мы должны прежде принять ранний. «Пастор, мне все равно непонятно». «Ну тогда я объясню». Ранний дождь – это первоначальная работа, которую Дух Святой производит в нашей жизни. Об этом сказал Иисус, и когда Он придет, Он обличит мир о грехе, о праведности, о суде. Первая работа, которую совершает Святой Дух – это убедить тебя о грехе. Мы не видим своего греха, пока Дух Божий не сделает эту первоначальную работу. Иногда я слышу «Пастор, вы не убеждаете меня, что то, что я делаю – это плохо». Но это не моя работа. Дух Святой должен убедить вас, без этого ничего не изменится. Ни пастор, ни церковный совет ничего не могут сделать с упорством человека во грехе. Только обличение Святого Духа может привести к изменениям. Я покажу это на примере следующей истории. Я работал пастором в Сан-Пауло. В нем 15 миллионов жителей, и это гигантский город. Моя церковь находилась в другом конце города от моего дома. Мои дети были младшими подростками. Как-то вечером моя жена сказала, «Мы хотели бы быть с детьми сегодня на вечернем служении». Я сказал, «Хорошо, но я должен выехать сегодня в 4 часа дня, потому что в городе будут пробки». В 4 часа я был готов и ждал всех у машины. Подошел старший сын. Потом еще один и еще один. У меня их четверо. Последней подошла мама. Женщины обычно приходят последними. Им нужно выключить свет, задернуть занавески, закрыть все двери. Кто-то должен это делать, и обычно это не мужья. Слава Богу, что Бог дает нам жен, у которых голова устроена по-другому, и они заботятся о подобных вещах. Я посмотрел на всех и спросил у жены, «А где четвертый сын?» «Я не знаю», – ответила она. Тогда я начал сигналить. Ничего. Я подождал еще минуту, снова нажал на гудок. Ничего. Я начал нервничать, ведь чем ближе к вечеру, тем больше пробки в городе. Я вышел из машины, вошел в дом и вижу своего сына. Он стоит перед большим зеркалом, на кровати разложены четыре рубашки, и он выбирает, какая из них лучше сочетается с его брюками. А просто взял первую попавшуюся рубашку и сказал ему, идем, наденешь ее в машине. Все дети понимают, когда наступает момент, что спорить с отцом бесполезно. Он послушно пошел за мной. Мы сели в машину и поехали. Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу, что мой сын плачет. В такие моменты наступает время для действия Святого Духа. Когда я смотрел на своего плачущего мальчика, я почувствовал голос, звучащий в моем сердце. Нам всем знаком этот голос. И он сказал мне, попроси прощения у своего сына. Но тут же появился человек, который есть внутри каждого из нас упрямый и гордый. И я сказал сам себе, за что я должен просить у него прощения. Я ничего ему не сделал, не кричал на него и не ругался. Но голос Духа таков, что с ним ничего нельзя сделать. Этот голос проникал все глубже. Ты ничего не сделал? Но почему тогда твой сын плачет? Попроси у него прощения. Нет, я не буду этого делать. Кто из нас прав? Я, который спешу, чтобы нести Слово Божье? Или он, который выбирал себе рубашку? Но с Духом не так просто спорить. Что бы ты ни говорил, твой сын плачет. Нет, я не собираюсь этого делать. Попроси у него прощения. Нет, я не буду этого делать. И вот мы приехали в церковь. Братья уже так нервничали, что стояли у входа, а пресвитер тут же подошел ко мне и сказал, давайте я припаркую вашу машину. Я быстро прошел на сцену. Там уже тоже все нервничали. И квартет уже начал петь перед началом проповеди. Пока пел квартет, я помолился, как молятся обычно все проповедники перед проповедью. «Дай мне силу твоего Святого Духа для сегодняшней проповеди». И голос, звучащий внутри меня, сказал, «Ха, вот теперь ты хочешь быть под влиянием Святого Духа, но несколько минут назад ты не собирался этого делать. Ты хочешь получить поздний дождь, но его нельзя получить, если ты отверг ранний. Ты хочешь получить силу Духа, но для этого необходимо принять обличение Духа. Я еще раз понял, что такое страдание». Хорошо, что квартет продолжал петь, и это дало мне время. Я обратился к дьякону, чтобы он попросил прийти вон того мальчика в зеленой рубашке. Мой сын пришел, и я сказал, «Сынок, прости меня за то, что я не дал тебе времени выбрать рубашку, которую ты хотел». Он ответил, «Нет, папа, я был неправ, я заставил тебя нервничать. Это я должен просить у тебя прощения». Нет, я хочу попросить у тебя прощения, чтобы когда ты будешь слушать проповедь, ты видел человека Божьего, а не того, кто взведен и полон духа противления. «Папа, если для тебя это важно, иди спокойно. Я ничего не имею против тебя, я счастлив, прости меня». И теперь, когда я встал за кафедру, я почувствовал силу Духа Святого. Это похоже на то, как мы строим дом. Сначала Дух Святой должен заложить фундамент, а только потом можно возводить стены и крышу. Представьте, что вы придете к архитектору и скажете, «Пожалуйста, установи крышу моего дома». «Я не могу этого сделать сейчас». «Ну, пожалуйста, мне очень нужна сейчас крыша». «Нет». «Я остановлюсь на колене и умоляю его». «Нет». «Я буду поститься, буду бодрствовать всю ночь в молитве». «Нет». «Почему?» «Потому что сначала нужно заложить фундамент, возвести стены и только потом можно будет поставить крышу». Вот таким образом мы поступаем с Духом Святым. «Господи, дай мне поздний дождь». Но если ты не желаешь принять ранний дождь, ничего не получится. Если ты накануне ночью поссорился с женой, и когда Дух Святой стучит в твое сердце, «Эй, попроси прощения у своей жены», ты сказал ей, чего не должен был говорить. «Но она ведь спровоцировала меня, пусть первый просит прощения». И тогда Дух Святой уходит, а я остаюсь со своим упрямством и чувством правоты. А потом в субботу мы становимся на колени и говорим, «Господи, дай нам поздний дождь». «Какой поздний дождь ты хочешь?» Сначала ты должен был прислушаться голосу Духа Святого. Все хотят великой силы Духа в излитии позднего дождя, но покоряться Ему желающих не так много. Вот почему Дух Святой не работает. Я собираюсь проиллюстрировать это так. Вот моя ладонь. Если вы ее потрогаете, вы убедитесь, что кожа на ней совершенно гладкая. На ней нет ни одной мозоли. Если вы желаете найти мои мозоли, вам нужно заглянуть внутрь моей головы. У меня там полно мозолей. Потому что я работаю не руками, я работаю головой. Размышляю, пишу, готовлюсь. А теперь представьте, что нужно нарубить дров. Я беру топор и после нескольких ударов у меня начинает болеть рука. Она становится красной. Если я остановлюсь на этом, то моя кожа всегда будет оставаться чистой. Но если я продолжу работать, то сначала появятся водяные шарики, которые мы называем волдырями. Если я продолжу день за днем работать топором, волдыри лопнут и начнет появляться другая кожа, более толстая. Теперь это будет мозоль. И мозоль уже не болит. Человек, который приобрел такие мозоли, может дни напролет махать топором и не испытывая чувства боли, потому что на его ладонях уже нет чувствительной кожи. Наши сердца устроены примерно так же. Когда ты вступаешь на путь греха, Святой Дух начинает говорить с тобой. Если ты покоряешься его голосу, твое сердце всегда чутко. Он обращается к тебе и день за днем ты идешь в направлении обретения позднего дождя. Но если ты отвергаешь его голос, то двигаешься в обратную сторону. Появляется волдырь. Ты продолжаешь упорствовать. Волдырь лопается. Но ты не обращаешь внимания. Тогда появляется мозоль. Твое сердце приобретает такую толстокожесть, что грех больше не причиняет тебе боли. Ты ходишь в церковь, ты даже можешь служить и проповедовать Слово Божье, но грех больше не причиняет тебе боли, ты уже стал бесчувственным. И твоя духовная жизнь заходит в тупик. Потому что для того, чтобы Бог простил тебя, тебе нужно сказать «Господи, прости меня». Но тот, кто укорен во грехе, уже ожесточился. Он больше не хочет прощения и он не понимает, почему ему нужно прощение. В завершении я хочу рассказать вам еще одну историю. Когда я совершал служение среди индейцев в джунглях, мне объяснили, что если я окажусь в джунглях ночью, мне необходимо развести костер. Он отпугнет хищников, он даст тепло и поможет приготовить пищу. Никогда не оставайтесь в джунглях ночью без костра. Индейцы научили меня своим секретом. Мне объяснили, что заброшенное птичье гнездо – это самая лучшая растопка в джунглях. Нужно набрать сухих листьев, небольших палочек и дров побольше. И вот как-то раз мне пришлось провести ночь в джунглях. Я сделал все, как мне говорили. Сложил кучку из листьев и сухих палочек, положил рядом дрова потолще и нашел сухое, брошенное птичье гнездо. Птичка для гнезда собирает пух и тонкие веточки, так что достаточно одной искры, чтобы оно вспыхнуло. Но чего я не учел, так это то, что моя коробка со спичками в рюкзаке за спиной может промокнуть от пота, потому что долгие часы я шел через джунгли в этот день. Я пытался использовать спички одну за другой, и когда у меня осталось всего три, я уже начал дрожать от страха. Если и они не сработают, как я проведу эту ночь среди холода, тьмы и опасностей? После усиленной молитвы я чиркнул одной из трех спичек. Ничего. Второй. Не получается. Осталось последнее. Это была моя жизнь или моя смерть? Только Бог знает, что я почувствовал в этот момент и что просил в своем сердце. И после молитвы в слезах я чиркнул последней спичкой. Из нее не вышел огонь, но появилась маленькая искра, которой хватило, чтобы пух из гнезда начал тлеть. Тогда я начал дуть, и маленькая искра пошла дальше. Когда она достигла сухого листочка, вспыхнул огонь. И вскоре у меня уже был костер, я был в безопасности. Сегодня в этом зале есть три типа людей. Есть те, кто ясно ощущает в своем сердце голос Духа Святого и слава Богу за это. Есть другие, кто ощущает голос Бога, как тлеющий огонек. И есть третья группа, которая больше не слышит. И все, что остается, это уповать на милость Божью. Если в твоем сердце есть хоть маленькая искорка, я умоляю тебя, держись за нее. Это твоя жизнь или твоя смерть? Держись за нее. Скажи подобно Давиду. Не отвергни меня от лица твоего и Духа твоего Святого, не отними от меня. Если Дух Святой отнимется от тебя, что будет с тобой? У тебя впереди одна темная ночь. Ты заблудился. Держись за эту маленькую искру. Если голос Божий еще звучит в твоем сердце, услышь его. Не ожесточайся. Отбрось в сторону свои предубеждения, свою боль и обиду, свою гордость и уверенность в собственной правоте. Взывай и умоляй его. Господи, не отнимай у меня своего Святого Духа. И тогда мы можем мечтать о том, чтобы однажды увидеть, как его церковь исполнена огня Святого Духа. И увидеть излитие позднего дождя. Субтитры подогнал «Симон»